В Казахстане отмечают всплеск преступлений, связанных с мошенничеством. По данным портала Ранкинг КИЗ, только за 9 месяцев 2021 завели почти 32 тысячи уголовных дел. И это на 39% больше, чем в прошлом году. И половина из этих преступлений связана с интернет-мошенничеством. В Ак-Тубе жертвы таких аферистов на этой неделе просили помощи у властей. Все они оформили миллионные кредиты, следуя инструкциям злоумышленников по телефону. Те представлялись сотрудниками банков, но, конечно, таковыми не являлись. В итоге люди добровольно отдавали им огромные суммы, которые теперь должны вернуть. Сообщили, что с моего банковского счета была попытка перевода денежных средств, чего я не делала. И так как я этого не делала, значит, это сделали мошенники. Сотрудники предложили мне скачать приложение «Удаленный помощник», через которое они получили доступ к моему телефону. Единственный способ противостоять таким аферистам – это бросить трубку и перезвонить в банк. Другое дело, когда люди сами несут свои деньги мошенникам. Сомнительные организации, которые потом оказываются финансовыми пирамидами. Некоторые фирмы даже прикрываются логотипами известных компаний, в том числе нашего телеканала. Депутаты тут выяснили, что обманывают казахстанцев зачастую иностранцы. Центральный банк России включил в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке 3551 субъект. Только за текущий месяц в этот список попало 242 организации. За тот же период времени наше агентство по финансовому регулированию включило в свой список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности и финансовых пирамид, 121 организацию. При этом 61 позиция, что составляет 50% от всех субъектов из казахстанского черного списка, совпадает с российским черным списком. То есть деятельность половины организаций из нашего черного списка носит межгосударственный масштаб. Единая база злоумышленников могла бы помочь в борьбе с ними. Остается лишь главный вопрос. Чего люди клюют на их удочку? Бахтияр Даркеев заметил, пострадавших стало так много, что 2021 уже можно назвать годом финансовых пирамид. Организаторам финансовых пирамид совсем не важно, у кого брать деньги. Главное, чтобы их несли. На первоначальном этапе они даже готовы прилично потратиться для узнаваемости компании, якобы приносящей доход. Айсулу Тербетбаева как раз из тех, кто клюнул на такую рекламу. Пенсионерка вложила 10 миллионов в тенге. Для этого женщине даже пришлось продать дом. Мошенники обещали ей баснословную прибыль за короткий промежуток времени. Но теперь последние деньги уходят на таблетки. Все будет хорошо, они говорили. Я поверила. Принесла им 10 миллионов в тенге. Заключила сперва договор на три месяца, потом на шесть. Обещали вознаграждение в 7-8 процентов и даже выплатили 800 тысяч тенге через 30 дней. Я потом еще хотела вложить полтора миллиона, но передумала. А потом они пропали. На звонки не отвечали. Офисы закрыты. Пенсионерка и еще сотни людей клюнули на эти красивые и дорогие видеоролики. Правда, полет воздушного шара, в корзине которого, по всей видимости, находятся клиенты компаний, длился недолго. Лопнул он спустя несколько месяцев. Когда стали разбираться, выяснилось, что деньги люди несли в Мудорабах Кэпитал. Но договоры почему-то заключали Састекс Кейзет. Некоторых руководителей уже задержали. Однако миллионы тенге возвращать пока никто не торопится. Только в этом году своими силами мы ликвидили 16 пирамид, по которым к ответственности привлекается 35 человек. Но несмотря на это, они успели вовлечь в свои ряды 19 тысяч граждан на 16 миллиардов тенге. Причем проводниками в призрачный мир без бедной жизни и легких денег выступали известные в Казахстане личности, имеющие сотни тысяч подписчиков в своих социальных сетях. Они активно рекламировали инвестиционные компании и даже заявляли, что сами становились их вкладчиками. В вопросах инвестиций я доверяю именно им, потому что это единственная в Казахстане компания, благодаря которой можно зарабатывать деньги без рисков, инвестируя в тендерные проекты. Но как только компаниям приходил конец, блогеры тут же причисляли себя к обманутым, по всей видимости, чтобы избежать наказания административной ответственности. Впрочем, правоохранители наказывать звезд не спешат. Генеральная прокуратура уже ответила, не представляется возможным это сделать. В принципе, я бы не хотел критиковать Генеральную прокуратуру, потому что там очень компетентные люди на сегодняшний день работают, и мы много работы сделали в предыдущем полугодии. Но это, я считаю, что расписаться своими бессильнями. Отсюда и такое количество блогеров и певцов, которые за хорошее вознаграждение готовы продвигать идеи финансовых пирамид в массы. Вот, например, Арман Конербаев, солист группы Мистерионс, рекламирует скандально известный Гаран-24 Ломбард. У меня есть для вас хорошая новость. Если вы хотите продать авто или недвижимость дороже рыночной цены, то я бы вам посоветовал Гаран-24 Ломбард. Руководители этой компании обещали своим клиентам высокие проценты по вкладам, а еще приобретали у рядовых граждан по завышенным ценам движимое и недвижимое имущество. Правда, в рассрочку. По аналогичной схеме работала и другая компания – Нурафта Кейзет. Вот только свои обязательства мошенники выполняли всего пару месяцев, после чего выплаты прекращались. Пирамида строения сейчас переживает небывалый подъем. Своеобразным полем в чудес у жульков становятся инвестиционные компании, в которые люди добровольно зарывают свои деньги, ожидая при этом колоссальных доходов. Однако вместо обещанной прибыли остаются у разбитого корыта. В сети мошенников могла попасть и Татьяна Кольберт. Вот только не как вкладчик, а лицо, рекламирующее финпирамиду. К тому же в ее случае подозрительная компания использовала бренд самого популярного в стране телеканала, причем никого не поставив в известность. Я хочу заявить официально, я не являюсь ни сотрудником, ни партнером компании, ни вкладчиком этого инвестиционного фонда «Каспинет», как это представлено в рекламе. Эта компания недобросовестно использует мои изображения, видео и интервью. Мошенники используют корпоративные материалы под логотипом коммерческого телевизионного канала. Я не давала интервью КТК о деятельности инвестиционного фонда «Каспинет». И данная рекламная компания нанесла серьезный ущерб моей репутации, моему бизнесу. Ни одна звезда, призывающая вкладываться в финансовые пирамиды, еще не понесла ответственности. На своих страницах, в социальных сетях, блогеры продолжают рекламировать сомнительные компании, которые, по словам экономистов, пользуются ситуацией в стране. Чем выше цены, чем хуже, скажем, положение целым граждан, то, естественно, это всегда подталкивает ловких людей к получению легких доходов. Ну вот и создается пирамида. А чтобы этого не происходило, депутаты вышли с новой инициативой. Помимо уголовной ответственности за рекламу «Финпирамид», они предлагают создать единый список таких организаций в рамках Евразийского экономического союза, чтобы бороться с этим злом уже вместе. Сначала это должны договориться наша ФР, как минимум, с Центробанком России и с финансовыми регуляторами стран-членов ЕС, о том, какой подход будет к этому черному списку и по какой методике в этот черный список будут организации попадать. И это должно быть утверждено уже на уровне наднациональных органов в рамках ЕС или пусть это будет какая-то международная конвенция. Но сделать это будет непросто, ведь даже у нас в стране нет конкретного органа, который бы расследовал преступления подобного рода. Сейчас этим может заниматься сразу несколько ведомств, в том числе и МВД. Только, по его данным, в этом году было заведено почти 300 уголовных дел, большую часть из которых уже отправили в суд. Бахтияр Даркеев, Айман Егенбаева, Евгений Коновалов и Баглан Игликов. Большие новости.